Здравствуйте всем! Спасибо, что пришли, уважаемые представители Масмедиа. Собрались мы вот по какому поводу. Говорить много не будем и долго, чтобы не рассусоривать. Просто уже наболело, накипело, скажем так. Дело касается наших командных дел, Гагаузия Гуспорта. Я главный тренер этой команды, Кули Баба Виталий. И причина нашего сбора вот в чем. Уже на протяжении очень долгого периода, скажем так, нет финансирования в нашем клубе. И жить одними обещаниями мы не можем. Когда человек, вы сами знаете, приходит на работу, он требует за это, соответственно, какое-то поощрение в виде заработной платы, что по законодательству прописано. Но этого здесь не происходит. И на одном, скажем так, потенциале тяжело жить. Когда футболист приходит на тренировку и, скажем так, не выполняет, на 100% не отдается работе, не выполняет те требования, которые я от него требую. А у него в голове как бы принести домой кусок хлеба, как бы на какие деньги купить молока ребенку. И это не есть хорошо, это не есть правильно. С нами, скажем так, к нам в команду приходили несколько людей, как бы и обещали, все обещали, обещали, завтра, 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 завтра. Как в том фильме, приходите завтра. Но финансирование так оно и не поступает. Задолженности у нас в команде, скажем так, приличные. У кого 5 месяцев, у кого 6, у кого, наверное, более. И тянуть эту резину уже лямпу, честно, тяжело. Что касается спортивной составляющей, команда, в принципе, показывала неплохую игру. Да, игра нравилась нашим болельщикам. И место соответствующее было в турнирной таблице 5-6, кажется. Сейчас мы немножко спустились вниз, потому что показатели спортивные не те, связанные, скорее всего, это из-за финансовой поддержки руководства. Что касается руководства клуба, то мы до сих пор не знаем, кто у нас президент, кто у нас там руководитель, с кем говорить на эту тему, просто не знаем. Такое ощущение, что эту команду мы создали сами, футболисты и от тренера. Вот приходим, тренируемся, поехали на игру, отыграли, попрощались. Они приходят, выходят. Да, все довольны, все улыбаются, все хорошо. Мы обращались, у нас был разговор и с председателем народного собрания. Он нам сказал, что все были у него в кабинете. Он нам сказал, что все будет хорошо. Две недели и расчет будет. Так и прошли эти две недели, уже пролетели два месяца. До конца мая с вами рассчитаются. Приходил к нам на стадион и Чернев. Приходил Чернев, с нами разговаривал. Не переживайте, до конца мая с вами полностью все закроют. Чернев. Он получает... Да, да, да. Сказал тоже, не переживайте. Сказал тоже, не переживайте, вы работаете, делайте свое дело, как у вас по контракту, с вами рассчитаются до конца мая. И вот время идет, время идет, время идет, и никто ничего не... Как вы знаете, ни для кого не секрет, сейчас интернет есть у всех, все умеют пользоваться, и можно залезть и скачать информацию. 27 апреля, кажется, этого года было народное собрание, да? Собиралось, да. Вот они там постановили, выделили 350 тысяч лей команде «Гагауз-Аугуспорт» на покрытие долгов. И выделили там, изыскать еще какие-то деньги на новый клуб, там, с Оксан Гагаузи, оказывается. Ну, то, что будет потом-потом, нас интересует вот наше, то, что как бы народное собрание проголосовало, утвердило, башкам подписало, все, но денег до сих пор нет. И создается впечатление, что кто-то специально оттягивает этот процесс, для чего, почему, вот мы не знаем. У кого спрашивать, кому подходить, просто не знаем ответа. Новый человек, да, тетя? Ну, вот мы к нему обратились, да, поговорили, он сказал, к нему пришла бумага с Народного собрания, вот после 27 апреля, и там написано, что выделить 350 тысяч клубу «Соксан-Тире Гагаузи», клубу несуществующего, такого клуба еще нет. Куда эти деньги будут выделяться, кто их туда будет выделять? Наши деньги, которые вот мы заработали, куда-то пойдут, на какой-то клуб. И поэтому вот накипело уже, и мы не знаем, что делать. Исходя из всего, наверное, подадим иск Федерации футбола Молдовы, подадим иск, наверное, на исполком, на... Ну, не знаем, будем что-то делать, потому что вот вас собрали. Болельщики приходят, тоже переживают за этот клуб, и... Не знают они, да, не знают они, что происходит, болельщики. Они приходят, радуются, действительно переживают. Это... Башкан вообще в курсе этих проблем? Башкан, да. Башкан в курсе. Куда вы не обращаетесь? Что она сказала? Она сказала, что все будет хорошо, и в народном собрании от 27 апреля от сего года все будет нормально. И можете посмотреть, в интернете есть, там действительно Башкан сказала, выдели 350 тысяч Гагаузи Огуспорт. А как на протяжении этих шестых месяцев вёл себя Максим Волков? То есть он был голова Украины Молодежной школы. А это... Скажем... А его опять нет, его опять нет. Телефон не поднимает, поэтому мы даже не знаем, куда стучаться, в какую дверь стучаться, что говорить. А когда мы его ловили, эти были, это, наверное, был идентичный случай, случайно поймали. Всё будет нормально, всё будет хорошо, всё будет хорошо. А когда хорошо это будет, у кого будет хорошо, мы не знаем. Сегодня, сегодняшний, какого сомнений будет? По общему? Да. Ну вот если исходить из этой цифры 350 тысяч лей, что народное собрание выделило, как раз закрываются все долги по всем работникам клуба, потому что кроме зарплат есть ещё другие. Да, да, да. А получается, что это согласно контракту подписанному ещё летом, да? Да, 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 у каждого контракта. А у вас мнения не менялись? Нет, ничего не менялись. А счета приходят, сами знаете, за свет, за газ постоянно, за воду. То есть юридически есть определенный контракт с вашей подписью? У каждого контракта есть, конечно, конечно, конечно. Сегодня ваш клуб называется Регаузи и Густов. Да. Саксон ещё как-то там не нет? Такого нет. Саксон есть отдельный клуб. Отдельный клуб, да. А каковы, извините, нет? Как это будет выглядеть, мы не знаем, мы не забегаем вперёд. Вот это юридические моменты, мы в этом не разбираемся, поэтому предоставим это другим людям, которые будут разбираться. А вообще, как вы смотрите на то, чтобы эти клубы были объединены? Объединены. Ну, я скажу своё мнение, вот если будет эта команда дальше играть по дивизии А, да, в таком составе, и есть шанс, что они выйдут в национальный дивизион. Есть шанс, поэтому просто надо подпитывать их. Просто ребят подпитывать надо. Здесь все местные ребята, 100% ребят, все с Гагаузи. А когда, примерно, вы узнали о том, что может быть объединение клубов? Только из Народного собрания 27 апреля. Тогда мы узнали, что будет объединение. То есть, если бодро вам ничего не говорил? Мы поехали на игру, у нас была очередная игра на выезде с парта с Семен Мицелем. И вот по пути туда мы узнали, чтобы постановили так и так, постановили. Нас, в кавычках, порадовали. Нас обрадовали. Ну, сейчас, наверное, может быть, ребята скажут, футболисты от себя. Я, как тренер, сказал то, что вот ситуацию обрисовал, чтобы все знали. Может быть, он. Уже решение есть, да. Это официальное решение. То есть, там просто формулировки не может быть. Клуб Фантом. Клуб Фантом. Федерация, она не зарегистрирована, получается. Футбольный клуб. Есть только как область спорта. Ну, вот, наверное, пусть представители футболистов скажут, чтобы не было балаганов. Меня зовут Николай Крачун. Я сам, скажем так, один из самых старших футболистов, то, что есть в команде, которая существует. Спасибо, что пришли. В принципе, все сказал наш тренер. Я даже не знаю, что еще дальше сказать. Но я думаю, что они должны прийти в себя. Просто мы тоже не маленькие. У некоторых даже и семьи, там дети. Их реально надо кормить. И семью поддерживать. Это просто некрасиво говорить каждый раз, приходя к нам на собрание, на встречи наши о том, что все будет красиво, все будет хорошо. И в итоге мы, веря им на слово, проходят неделя за неделей, месяц за месяцем. И, в принципе, остаются только одни обещания. А дел конкретных мы еще не видели. Я не знаю результат чего. Одни приходят, вторые уходят, одни подают об отставку, вторые исполняющими становятся. И они все скидывают на это. В каждой работе, в любой сфере, есть свои нюансы, есть свои проволочки. Мы, наверное, не единственная команда, у которой такие проблемы. Но самое главное, что уже деньги выделили. Все утвердили, все погасить с нами долги. И уже деньги пришли, все. И вот где они? И написано, оказывается, Саксан-Гагаузя. Такого клуба нет. Куда эти деньги пойдут? А нам кушать хочется каждый день. Мы еще с начала сезона, как бы это, хотели, ну, поставили условия, если не рассчитать, то мы будем играть. А нам говорили, давайте играйте, все будет хорошо, все будет нормально. Вот затягивали это все, затягивали. Но вот сейчас, если не до субботы, как-то ничего не определится, мы не выйдем уже с задачи. Вот у нас дома игра, в субботу мы не будем играть. Имеется только играть, да? Да, играть у нас субботы. Это домашняя игра. Домашняя игра. Как вы думаете, болельщики присоединятся к таковой акции, если вы организуете, акции протеста? Думаю, конечно. Наверное, да. Это только наше мнение, там как получится у болельщиков. Я думаю, что они поддержат. Коль уж они приходят и болеют за нас, я думаю, что они это акции поддержат. Там все наши знакомые, наши ученики, конечно, поддержат. Они многое не знают, потому что мы не подаем, мы стараемся не уносить свой взбы. Мы просто уже на этот мир, действительно. Полгода серьезно. Скажите, пожалуйста, когда вы выезжали на выездные игры, какое-то питание вам выдавалось? Или обеды? У каждого что будет? Мандировочная. Каким у каждого? Нет, у каждого что было. У каждого все, короче. Сами воду покупали. В основном и команды в руку с нас с отключениями все так же. Даже воду. Сами даже воду. Сами. В осеннее время мы сами себе брали 5 жерпортных. Что говорите, что сами ребята свои карточки погашают в футболе? Смешная, да, вот правильная комичная ситуация получается. Спорт, он спровождается за карточками. Желтые, красные, как без дела. И футболисты сами платят за карточки. Дают мне деньги, я в Федерацию плачу, а потом они мне дают деньги. Но это смешно просто, если честно. Лучше играть хотят, играть надо. Мы еще с Блеска, с Керцева, с Хангаза, ребята в Казаклии, Афдарма, им тяжело уже добираться. Транспортные расходы тоже на себя сами финансируют. Этот клуб получается региональный, но регион, мы не представляем регион, но регион не защитный никак в общей темы. Это бы 90% ГБУ уже в Канаде. Тем более мы здесь живем и знаем, каждый видимся с людьми и не знаю. И не хочется это дело бросать, потому что когда ты, допустим, 10-15 лет в футболе, тебе это тяжело бросать. Как и свою любимую работу. Мы занимаемся, потому что ты любим это дело и все. И болельщики приходят, за нас порадуются тоже. Это отдушина для них. Мы же для них играем, мы же не играем, просто для галочки. Он знает из всего, что происходит. Поэтому решили вас позвать. Может быть, как-то так пойдет какое-то движение. Какое-то движение, да.